С выдатным настроем, подарунками и ожиданием допомогчи. Инклюзивное свято «Мелодия Добрыни» для невылечных ворох деток и их семьи узладили у Могилёвя на базе регионального центра палеоативной допомоги. И он находится у специализованном доме детяти. Сирота организаторов Белорусский детячий фонд, немецкая добрачная организация и необъяковые могилючане. Проширы учинки и ожитявления мары. Кристина Каранкевич. Поветренные шары от веселых клоунов на выходе кожному малому одразу надают настрою. Маленькие могилючане разом с батьками, братами и сестрами и холоные герои подеи. Для их выступления артистов розные интерактивные пляцовки, ласунки и музыка. Это не по долгу службы, это по велению сердца однозначно. Среди них много талантов. Среди них ребята, которые пишут стихи, которые сочиняют музыку, которые танцуют, которые поют. Для них это большой хороший праздник и мы рады, что мы создали этот праздник. Это просто небезразличные люди. Это те люди, которые сочувствуют этим детям, хотят им оказать поддержку. Кто-то привез, подарил игрушки. Приехала группа клоунов, группа мыльных пузырей. Это все бесплатно, все на благотворительной основе. Привлечены очень многие могилевчане. Кто-то из них говорил свою фамилию, кто-то даже и не хотел ее говорить. В проекте «Палеотывные допомоги» могилю удельничает два года. Это допомога по европейских стандартам для невылечных хворых деток. В городском кабинете «Палеотывные допомоги» працуют с 92 детьми. 16 их поступили селита. Забеспечить годную якость життя для хворых детей и моральную поддержку для их батьков. Головная идея «Палеотыва». Объеднать детей особливых, их семьи и ты, кто жадает, да помахчи для этого, ладили свято. Участие мероприемства будущим першоклассникам уручили подарунки и повеншовали переможцам фотоконкурсом. Кристина Кранкевич, Миколай Соболев, Новины региона.